Обзор 360 градусов, эффект полного погружения. Музей Третье ратное поле России вскоре можно будет посетить виртуально, не выходя из дома. С помощью компьютера прогуляться по экспозиционным залам и осмотреть артефакты. Разработкой проекта занимается веб-дизайнер телерадиокомпании «Мир Белогорье» Алла Григорьева. Сейчас 3D-путеводитель находится на стадии завершения. Наш корреспондент Екатерина Ковалева заинтересовалась, как создаются подобные виртуальные туры. Все, что узнала, сейчас и расскажет. Сидя дома у монитора компьютера или находясь в любом другом месте со своим гаджетом, вы сможете совершить виртуальный тур по музею Третье ратное поле России. Достаточно иметь только доступ в интернет и ссылку, которая разместится на сайте «Мир Белогорье». Ссылка перенесет вас на это место. Отсюда и начнется виртуальная экскурсия. Создает эффект обзоров 360 градусов веб-дизайнер «Мир Белогорье» Алла Григорьева. Она же раскрывает секреты создания сферического пространства. Многие видели в цифровых камерах режим панорамной съемки. Такой снимок создает горизонтальное полотно, но обрезает верхнюю и нижнюю часть кадра. Для качественного 3D-моделирования такая автоматизированная функция не годится. Здесь необходимо последовательное фотографирование. Все планы и по горизонтали фотографии, потолок и пол, чтобы пользователь потом смог рассмотреть все. Чтобы пользователь смог рассмотреть в музее все, необходимо отснять более полутысячи кадров. А чтобы не было смещения объектов ближнего и дальнего планов, работа идет со штативной головой. С помощью нее фотоаппарат вращается не вокруг себя, а происходит вращение вокруг оси объектива. Для того, чтобы... То есть вот вы можете посмотреть относительно центра, объектив вращается. Благодаря этому при сборке фотографий потом не будет возникать эффекта параллокса. Когда, например, зажмурить один глаз, а потом второй, и вы увидите, как объекты меняют свое положение. Создание панорам – занятие кропотливое. Основная работа за компьютером в четырех программах-помощниках. Если все снимки были сделаны по правилам, то они хорошо сошьются в панораму. Каждая фотография должна быть снята с 20-процентной накидкой на предыдущую. То есть программа должна понимать, какие точки к каким привязывать. Но перед этим надо сделать цветокоррекцию всех фото, выровнять цвет, тень, проверить горизонты вертикальной линии помещения, а также поработать отдельно с полом. Дорисовать места, где был штатив. Так как снять невозможно для штатива, приходится дорисовывать в фотошопе. Примерно вот так это выглядит. Главное, чтобы этот рисунок. Цвет и тон, общая освещенность изображения. И детально все это дорисовать. Специальная программа собирает кадры в сферическую панораму с максимально возможным углом охвата 360 на 180 градусов. Это означает, что картина полностью отобразит окружающее пространство. Дальше идет добавление удобного интерфейса для пользователя. Помимо виртуальных указателей, дорабатывается и специальная карта. В углу экрана расположится схема, на которой будет ваше местоположение. Также она будет разделена на несколько виртуальных зон, кликнув по которой вы сможете оказаться в любом из залов музея. Это четвертый, самый масштабный виртуальный проект телерадиокомпании «Мир Белогорья». И разместится он в сети в ближайшее время. А уже сейчас на нашем портале мирбелогорья.ру вы можете найти три онлайн-экскурсии. Достаточно набрать в поисковике словосочетание «Виртуальный тур». И у вас будет возможность совершить путешествие по фотовыставке Павла Титовича, по храму великомученика Пантелеймона в Борисовке и по музею белгородского художника Станислава Косенкова. Екатерина Ковалева, Валерий Ларьков и Дород Горелов. Новости Мира Белогорья. Новости Мира Белогорья.